здравствуйте зрители моего канала это Вячеслав Лавринов я хотел рассказать о своем опыте когда я начал изучать язык питон примерно год или больше назад даже но я полностью был не знаком с компьютерной наукой хотя когда-то в детстве у нас еще не было компьютеров нам что-то рассказывали про алгоритмы но я так но это было скорее какое-то такое очень отвлеченная такая учеба в советской постсоветские времена вот ну в общем что я понял что я я изучал питон по вот этому курсу на на вот этом на сайте edx бесплатном вот и это курс читает профессор мичиканского университета но самые азы вот я примерно изучал там несколько недель на коротко на минуту по 5 изучал день самые язык как я понял сначала профессор объяснил как установить этот питон на свой компьютер ну у меня windows 10 я буду рассказывать на про windows 10 и потому что на макинтош немножко отличается ну вот я установил вот этот короче питон причем сначала я его загрузил просто секс сайт официального но потом почему-то мне показалось надо попробовать загрузить его из веб-стора для windows 10 я его загрузил из веб-стора в общем сейчас я выведу веб-стор одну секунду вот и вот в общем не почему-то захотелось загрузить его из веб-стора хотя профессор не говорил такого вот и вот я открыл в общем веб-стор для windows 10 ты сбил сюда питон вот и он сразу дает вот эти питон 37 и уже смотрю же питон 38 уже надо новая версия но у меня именно питон 37 вот видно что и написано его загрузил уже выступит он 38 ну наверно я потом даже загружу питон 38 37 выставлю я пока загрузил питон 37 это самая такая была вот назад это была самая свежая версия вот на веб-сторе но на веб-сторе на microsoft нам было было предупреждение что это тестовый вариант вот об этом и что-то могут быть какие-то недоработки по документации но я загрузил у меня вроде он работает вот этот вот это веб-стор вот эту версию загрузил питон 37 потом также профессор сказал что хорошо бы загрузить текстовый редактор ну кроме обычного этого ноутбука и как его блокнота который дефолтовый и в общем я загрузил еще атом вот это атом это но это текстовый редактор то же самое как windows блокнот здесь стоит то есть можно писать программы вот ну и потом профессор сказал что когда вот это загрузить и питон нужно проверить что он у вас установился на компьютере для этого нужно открыть cmd ну 7 где-то так называется сокращенно команд prompt то есть команд prompt это сейчас я теперь найдут команд prompt что-то я не вижу пока так команд prompt в общем команд prompt это такая дефолтовая 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 программа вот вот это такая дефолтовая программа на на windows 10 ну что такое команд prompt это подсказка команд короче когда-то в старину первые компьютеры там не было такой красивые графики это называется графический интерфейс гуи то есть по-английски и графический юзер интерфейс то есть сейчас вот это есть графическая картинка вот на компьютере а раньше старину были такие писали какие-то значки маленькие вот и и вот это старинный вот это осталось как бы версия для тех кто ну для чего ее оставили потому что это программисты умеет как на ней быстро писать и делать какие-то системные изменения очень быстро а графические на самом деле медленнее то есть это ну для профессионалов ну профессор сказал что нужно вот этот открыть команд prompt чтобы узнать чтобы узнать его установили вот этот питон или нет нет и сюда надо написать питон вот наверно видно сейчас там в общем пишешь сюда питон по-английски и нажимаешь enter нажимаешь вот и вам система говорит вашего компьютера что вот у меня версия питон 379 установлена в августе а это обновление было наверно в августе 17 2020 года на windows 32 дальше сразу тут подсказывать напечатать и help copyright credits or license для большей информации например я напишу help а он опять подсказывает напишите help и две скобочки так нажимаю enter ну вот и вот он уже это из питона подсказка как на нем работать добро пожаловать на питон это вам если вы первый первый раз используете питон вы должны проверить наши вот эти курсы для начинающих вот здесь написано по-английски все вот этом в общем профессор сказал вот в общем он просто сказал напечатать напечатать и питон чтобы было видно что он у вас работает на компьютере потому что иначе говорит это вы будете на вроде сумасшедшего если вы не будете точно знать что у вас питон установлен и начнете что-то там писать но это будет на вроде как сумасшедшего как бы ну как сказать то есть как 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 человек у которого ну у машины нет колес он просто сел и шута рулит переключает рычаги но машина стоит на месте а он думает как ему ну доехать до ближайшего города то есть сначала нужно проверить что у вас питон установлен на компьютере ну и дальше ну профессор что-то говорил такие общие какие-то вещи малоинтересные вот я пока закрою этот 7d потом его открою по новому ну что я понял что питон это очень простой язык и он именно он работает вот на таких как сказать вот на таких платформах как вот это команд промп на windows она на макинтоши по-моему он называется программа linux linux там чуть-чуть отличается и он называет баш а на windows называется вот это 7d и и вот этот в общем питон он работает на вот этих вещах например ну профессор объяснил например самые простые такие действия вот на это на этом терминале вот это на windows 10 можно например напечатать вот такие простые математические какие-то упражнения например x имеет значение 5 дальше пишем y имеет значение любое число какое чтобы ну чтобы как бы отличать может такой сложно написать число 7 целых восемьдесят девять сотых дальше нажимаем опять enter а вот эти значки это называется шеврон кажется среди компьютерчиков это показывает что у вас вот этот работает питон это шеврон вот этот питоновый дальше вы пишете например z z и как бы z вы присваиваете знак равно питоне означает присвоить значение это не напрямую равенство как математики ну вот и значит ну например знаку z вы присваиваете например значение x плюс плюс у и дальше вы используете функцию называется функция print и две круглых скобочки а это внутри надо написать print print z то есть вывести на экран значение z и нажимаете enter вот видите у вас он он то есть такие простые математические упражнения он у вас посчитал вот то есть он видите довольно таки простой но еще его называют серверным языком и говорят вы можете создать свой сервер а что такое сервер то есть я лично как я понял за полгода ну я полностью как сказать глупый не понимаю ничего там компьютерщине но я понял что именно вот такие питон это такой серверный язык то есть с помощью его можно делать такие серверные операции ну то есть сервер это по-английски обслуживать обслуживающий ну например вычисления то есть с помощью него вы можете делать вычисления вот поэтому его называют серверным ну и говорят еще говорят вы можете создать с помощью него свой собственный сервер ну то есть например вы можете смотрите как сделать например очень быстро как-то считать вот эти ну вот эти уравнения так же вам надо что-то ну ну например как-то ну быстро изменить например быстро изменить значение посчитайте какие-то это же тоже как бы работа серверсная то есть ну по сути я уже создал такой простой как бы сервер вроде калькулятора ну и ну и вообще кажется вот этот калькулятор который у всех на компьютере установлен на windows 10 там именно используется кажется вот этот питон то есть например вам нужно умножить не 5 на на 7 и 8 9 а например более сложную там например 4 целых 89 и 9 и 9 вам нужно да например умножить на 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 8 и 9 9 тысячных вот и вы выпишите z z принадлежит значение например x за место знака умножения мы пишем звездочку в питоне за место знака деления мы пишем слэш ну косую линию например z мы присваиваем значение x умножить на y крик то есть чтобы вот эти пробелы я не знаю но кажется пробелы не имеют значения в таких математических функциях но я зачем пишу с пробелами ну то есть вот с помощью вот этого языка вот практически создал сервер я могу узнать теперь ну такие производить такую сложную работу числительную например я пишу опять эту функцию print z нажимаю enter вот и в общем вот ну практически такой ну как бы самый такой для начинающих такой очень наивный простейший сервер то есть я посчитал это умножение таких ну заобных чисел каких-то ну и вот эту способность питона как как и уже я сам понял потому что профессор так не объяснил он он сказал что я буду это объяснять во второй лекции вот я еще и даже не начинал то есть вот эта простота языка питона она используется именно для создания таких сервисных языков и вот для чего это нужно то что более ну намного более сложный код я его сейчас даже не знаю вы создаете такой сложный код вот и например входите вот тоже в такой терминал как вот этот команд prompt на windows 10 то есть такие принципе такие терминалы цифровые или как сказать для знаков должны быть на всех крупных веб-сайтах например библиотека российской федерации электронная в общем вы входите туда на терминал и туда забиваете вот такой сложный ну сложный код и например пишите чтобы питон нашел вам все книги где встречается имя пушкин ну и если бы человек искал в библиотеке это бы заняло наверное миллион лет ну это невозможно там же миллион стеллажей ну и ну и в электроны то же самое ну а питон начинает в общем такую работу для него довольно таки простая он просто ищет с помощью кода он так быстро что-то там прокручивает прокручивает в общем он всю библиотеку просматривает миллионы книг ну может на это уходит недели три может месяц ну не миллион лет вот ну вот именно его обычно используют в библиотеке и он выдает вам список все все книги которых встречается в пушкин ну еще и с помощью питона их можно пронумеровать там например сказать присвоить им всем какие-то цифровые значения или расположить их в алфа в алфавитном порядке то есть вот это поэтому вот этот язык питон называют серверным то есть ну его не используют просто там для того чтобы создать красивый сайт с котенком там или со цветочками он именно такое как сказать серверный рабочий обслуживающий язык вот вот такое понял что питоне ну еще профессор сказал чтобы так каждый раз долго не писать вот такие x равно y вот и ну он как он рассказал азы вот как быстро создает эти так это я закрываю сейчас закрываю так закрою команд prompt в общем чтобы так долго не создавать не печатать профессор сказал что вот как раз с помощью атома так атом где у нас атом уже закрылся с помощью ну с помощью текстового редактора можно создавать такие простые коды потом их сохранять и потом ну уже использовать простые коды вот например он сказал так сейчас я покажет мне вот это компьютер так вот он этот атом ну атом это такой в общем то же самый текстовой редактор ну как и блок блокнот на Windows а ну сейчас я наверно выведу блокнот чтобы вы знали о чем я говорю то есть так где у нас так то есть сейчас я выйду вот это ну на Windows установлен вот этот простой текстовой редактор называется записная книжка по-английски но ноут пэт вот там ну там можно все что угодно писать писать по-русски там что-то такое ну например здравствуйте да ну то есть это записная книжка вот можно что угодно писать но также здесь можно писать вот эти коды ну буквально вот этот питон можно здесь написать ну то есть вот так пишем x равно там например 5 да ну это ну вот это блокнот есть у каждого на Windows 10 но профессор сказал в общем что вот этот вот этот вот этот атом он более как бы удобный и ну его используют все студенты компьютерщики ну особенно где-то я думаю это популярно очень в Индии потому что ну все хотят изучать компьютер но но не у всех есть деньги купить какие-то дорогие вот эти ну загрузить за деньги текстовые редакторы дорогие профессиональные и вот этот атом в общем все используют ну и здесь здесь примерно профессор объяснил то примерно вот эти эти колоночки надо закрыть здесь можно создать вот ну такой же код записать здесь найти найти значение новый файл вот я открыл функцию начать новый файл вот здесь то же самое пишу в этом файле x что это написал я начал на русской клавиатуре писать ну например x равно 5 и y равно 7 ну не равно то есть правильно надо говорить ну и присваиваем значение 7 то есть это в питоне знак равно просто пишется вот так вот на самом деле два знака равно тогда будет равно на самом деле вот этот знак равно означает ну как объяснял профессор он бы мог написать просто стрелочку то есть мы присваиваем значение z равно x разделить разделить например на 5 на ой на y так дальше мы пишем функцию print print z вот мы создали серверный язык с помощью питона теперь его надо сохранить теперь его надо сохранить сохранить так что тут вот этот колонка не открывается в этом на экране я ну в общем я его сохраняю как мой этот не показывает ну этот мой софтвар сейчас может я как-то выведу вот это а вот он то есть я его нажимаю сохранить и я его сохраняю в общем у себя на жесткий диск так ну придумываю имя например питон для для начинающих new learner например да так и на конце этого сайта когда я его сохраняю я пишу точка и то и буквы pi чтобы он сохранился в формате питона и наверное вот это я не знаю all files формат то есть я сохраняю вот этот файл я пишу на конце . pi то есть это будет тогда он сохранен будет в формате питонового языка вот этого так я нажимаю save так после того как я как я его сохраняю вот у меня меня меняется свет на этом на редакторе на ну на атоме то есть вот когда я его сохранил у меня изменился свет этого кода то есть смотрите знаки равно стали синими эти числа они называются в питоне константы ну потому что они постоянные как бы они не меняются числа стали оранжевыми вот эти значки равно плюс у нас это называется операторы ну деление вот эти вот эти x и y z называются variable в питоне то есть изменяемые величины вы можете изменить их то есть вы x можете присвоить другое значение ну например вот даже вот здесь можно написать потом x ну например x равно ну ну и у вас уже будет x везде везде равен 9 ну то есть в этих вычислениях заместо 5 вы ну он он сочетает в программировании последнюю величину 9 поэтому их называют variables то есть изменяемые величины то есть вот я сохранил теперь этот этот я сохранил этот файл у себя на жестком диске потом профессор объяснял я не знаю сейчас сумею найти профессор объяснял что его теперь нужно найти на вот этом на команде prompt ну вот на этом на терминале то есть сейчас я опять открою команд prompt так сейчас открою команд prompt переведу сюда его чтобы его было видно так ну в общем вот этот команд prompt теперь здесь нужно написать попробовать найти вот этот файл который я записал для этого используются такие простые какие-то команды dear это ну они вот именно работают на этом на windows а на линуксе на макинтоше там немножко другой язык ну в общем очень похожий но другой чуть-чуть пишешь direction dear так вот он он мне выдает что у меня здесь есть какие direction то есть мне по-видимому он у меня по-моему сохраняется в папке python это вот это так у меня что-то курсор не виден а вот теперь виден мне нужна вот эта папка где где находится у меня вот этот файл потому что я его раньше искал нашел в этом в атоме у меня какие-то тут немножко свои заморочки как говорят ну потому что профессор говорил что нужно в другой папке сохранять он говорил нужно вот в этой десктопе для удобства для показать ну как для демонстрации но мне что-то он в десктопе отказался сохранять я его сохранил только в атоме в общем мне нужно найти вот этот атом для этого я пишу здесь сменить направление change direction cd пишу имя этой папки вот он у меня сменил ну как бы через этот цифровой команд prompt я вошел в эту папку где находится вот эти файлы которые я сохранил на атоме дальше я пишу опять direction он мне выдает direction вот теперь вот в этой вот в этих direction я в общем должен найти свой файл который я сохранил вот 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 это я тоже писал такие для учебы тут все 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 называются crazy но чтобы запомнить что это я писал ну какие то чтобы их потом можно было удалить так и вот здесь мне нужно найти вот этот файл который я создал недавно его и вот кстати я пока не пока я его не вижу пока я его не вижу пока я его не вижу вот это беда так а где же файл который я сохранил так назывался по моему питон так может мне попробовать опять перейти попробовать где же он у меня находится вот этот а вот так еще мне можно ну сейчас я выведу опять атом на окно так на атоме я могу посмотреть точно где он у меня находится потому что я его не могу найти то есть я вот кликаю сюда и он мне показывает он у меня спрятан в папке надо идти по ну по этой по тропинке жесткий диск си users это дальше это мое юзерное имя ну в лавр ну то в лавр это в честь дерева лавр так дальше атом атом дальше project tennis вот он у меня сохранил то есть когда ты папку создал project tennis то есть мне нужно в этом в команде prompt и в общем мне нужно искать project tennis так сейчас я выведу опять этот команд prompt так где здесь у нас project ну project tennis это я сам создал фолдер когда-то ну наверное когда год назад изучал и забыл про него то есть надо опять написать change direction написать project теннис project project теннис я придумаю все-таки шуточные названия как бы ну теннис это такая самая игра которую ну включаешь когда телевизор там теннис ну начинается игра в общем игроки бьют мячик туда-сюда туда-сюда иду минут через пять засыпаешь ну то есть теннис это как бы ну символ такого интересного занятия у которого сразу человек засыпает ну и поэтому ну мне понравилось именно вот это что я я вот такие все ну всякие свои учебные файлы от которых я обычно ну обычно человек засыпает я называю обычно или теннис или крэйзи также называю их такие мусорные всякие сайты по-английски гарбич вот то есть я перехожу на этот файл на прожект теннис теперь я пишу direction чтобы он мне показал что там находится так вот он мне показывает что у меня находится на прожекте теннис в этой папке так так вот вот передвигать вот это можно так же как youtube ну я использую дэшборд ну по-видимому если мы ищу сразу две кнопки что ли нажимать ну как-то прокручивать я использую вот это ну сенсорную панель на своем компьютере вот так можно экран перекручивать так вот я оказался в этой папке project теннис так и теперь мне в общем нужно открыть вот этот файл который я только что записал вот он python new learner на конце pi ну и он не откроет что интересно что он не сможет его открыть если я просто напишу интересно я уже забыл его можно копировать а его даже можно копировать на 7 дней так вот в общем я вот пишу это название файла сюда в эту папку ну или например ну и сюда если я просто напишу и нажму enter то он скорее ничего не даст а а она она обратно вернулась туда же и мелькнул python так но он не смог то есть чтобы раскрыть вот этот но если я нажму change direction он опять же не раскроет так нажимаю enter он пишет command prompt director name is invalid то есть направление неправильно указано то есть я его не могу открыть вот так просто то есть для того чтобы не открыть вот этот файл который мы только что создали на атоме мне нужно ну мне нужно как сказать запустить туда python я пишу сюда python и пишу потом уже название вот этого файла который мы только что создали вот и затем я нажимаю enter вот и смотрите он мне посчитал вот это сложное деление которое мы написали то есть сейчас я опять покажу свой этот атом что мы там писали так где у нас атом так атом не не дает так dx сейчас одну 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 секунду так что-то мне не хочет показывать атом а наконец атом не вы а нет так вот в общем что мы записали вот этот простой код то есть то есть мы выполнили вот это сложное деление мы пять разделили на семь вот вот и и у нас что получилось мы мы разделили пять на семь и у нас получилось вот это вот это довольно таки число которое было бы трудно так вычислить то есть мы вот это вычислили сделали вот эту сложную операцию то есть оказалось что если пять разделить на семь то получается 0,7 дальше после ну этой десятичной этой точки идет 7,1,4 то есть мы с помощью создали такой простой серверный сервер как бы мы вычислили вот это сложное деление ну и теперь когда мы создали вот этот файл можно все вычислять как бы еще быстрее ну и и делать вычисления более сложные например мы вот имеем вот этот же файл так 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 мы у нас есть вот этот сложный файл где мы написали 5 разделить на 7 но точно так же мы можем написать например x равно например 8 и ну или например фирм в коммерции например вычислять например x например это количество работников например у нас в фирме 33 347 строить и 999 строителей на сегодняшний день все они получают зарплату например по ну у нас маленькая зарплата зарплата в россии например ну пускай будет там 15 тысяч и 200 рублей а наверно тут тут точка не нужна 15 тысяч 200 рублей нам например надо узнать сколько все вместе они получат зарплату мы x умножаем на y вот и в общем вот это серверный язык который мы создали он должен вычислить за одну секунду ну и причем можно быстро менять например вот здесь мы написали 347 например тысяч работников а если быстро изменилось количество рабочих можно написать там 577 999 рабочих у всех зарплата по 15 тысяч в общем и в общем все это вычислить сколько всего это будет денег так вот здесь надо нажать save поможем нажать просто ctrl c чтобы сохранить да клавиши английский ctrl c мне что то не получается я уже забыл как сохранить в общем его надо сохранить где тут save а ctrl 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 так вот мы его сохранили новый файл вот например на фирме мы хотим быстро вычислять сколько мы тратим денег вот такой это простейший такой код можно более сложно сохранять например сколько будет у каждого почасовая оплата сколько будет в месяц ну и вот в общем программисты создают такие языки простейшие и с помощью их они вычисляют такие делают сложные вычисления очень быстро вот например мы сейчас вот это сохранили вот этот новый код вот теперь когда мы сохранили мы теперь открываем опять вот этот команд prompt так и что у нас получается так что у нас получается теперь мы в общем смотрите одним кликом мы делаем сюда а можно еще по моему в команде промки просто нажать на стрелку на клавиатуре и он покажет предыдущие команды мы нажимаем предыдущую команду просто одним кликом я вот на стрелку нажал вот и на стрелку прокручивать все команды которые до этого нажимались но нам нужно нам нужно вот эта команда буквально один клик и я нажимаю enter так и вот смотрите за одну секунду вот смотрите мы создали такой сервер то есть он нам мы с помощью него можем делать какую-то работу то есть серверы еще по-другому питон можно назвать рабочий язык язык для работы вот одним кликом я посчитал сколько получат денег все рабочие вот это немеренные немеренные числа ну вот поэтому его называют серверным ну как я вот рассказал прежде что в основном вот этот язык питон его используют вот таких ароматных меха библиотеках то есть всякие вот эти сложную работу ее делают очень быстро ну и потом профессор там сказал что он будет в следующей лекции объяснять там довольно таки сложный язык ну и кстати вот этот язык питон очень используется обширно например на википедии потому что ну википедия это та же самая библиотека электронная вот и с помощью него вот делаются такие занудные работы там например все ну все статьи где рассказывается например о революции семнадцатого года расположить ну добавить категорию семнадцатый год ну если в реальности было так сидеть у компьютера это заняло может лет десять или двадцать а вот запускают что это питон ну специальный код создают более сложный и он в общем там ну может за день за два делает всю работу ну а ты нажимаешь кнопку он сам все делает а ты можешь пойти выпить чай ну уехать отдыхать куда-то в Турцию в Японию и он все будет за тебя делать в общем ну поэтому я так понимаю поэтому его называют серверным ну в общем хотя я скажу могу сказать что я не уверен я так полностью начинающий ну то то что я окажется сумел понять ну и другая особенность вот когда я его изучал в общем прошло сколько-то месяцев пять или семь ну я полностью все забыл я недавно что-то ну для смеха хотел что-то написать там ну на питоне пять умножить на семь и вдруг я вспомнил что я не знаю как это сделать но я забыл что в этом питоне используются символы словесной клавиатуры и умножение пишут с помощью астерикса а деление с помощью косой линии вот это другая особенность вот этого кодирования месяцев через пять если ты бросаешь ты полностью все забываешь ну вот на этом мое видео для самых начинающих кто начинает изучать питон и просто хочет понять что такое питон почему его называют серверным языком ну вот я думаю может это ну хотя бы поймете почему так называются ну с помощью него именно дел делается такая работа в основном вот на таких подобных терминалах вот в электронных библиотеках открывают терминалы и там делают вот эти с помощью таких кодов делают очень обширную работу которую ну обычному человеку полностью не подсильно вот спасибо за просмотр ну пишите в комментарии как вы думаете совсем моя лекция для начинающих ну было что-то понятно непонятно спасибо за просмотр до свидания